Приверженцы здорового образа жизни разных возрастов и уровня физической подготовки в минувшую субботу вышли на Лыжню России. В этом году во Всероссийской массовой лыжной гонке приняли участие свыше 300 спортсменов из Ненецкого округа, от воспитанников детских садов до ветеранов спорта. На Ринмаре традиционно местом проведения соревнований стала территория в районе тепличного комбината «Солнышко» и лыжероллерной трассы. Пока одни спортсмены разминаются перед заездом, другие репетируют восхождение на пьедестал. Организаторы тем временем регистрируют участников. Среди тех, кто сегодня выйдет на Лыжню России, Вячеслав Вахрушев. Он приехал из поселка Красное специально для участия в соревнованиях. В Лыжне России первый раз принимаете участие? Нет, я уже в 2014-2015 год. Какие места завоевывали? Ну, всяко было. Ну, в этот раз на победу настроены? Ну как, да, положительно, на победу. Посмотрим. Для кого-то эта Лыжня России станет очередной по счету, а для кого-то первая в жизни. Ты сюда сам решил прийти или родители предложили? Я сам пришел. Ну, готовился к соревнованиям? Ну да. А до этого где-то участвовал в гонках каких-то, бегал в садике, может быть, уже? Ну, я в садике бегал на лыжах. Ну, нравится тебе лыжа? Ну, да. Как считаешь, какое место сегодня займешь? Первый. Первое место. Медаль хочешь? Да. До начала соревнований остаются считанные минуты. Участники выстраиваются на лыжне и ждут сигнала к старту. Для самых юных участников лыжных гонок протяженность дистанции составляла от 500 метров и выше, в зависимости от возраста. На финише каждый из участников получил сладкий подарок и спортивную шапочку. Ну, заявилось на данный момент более 200 человек, где-то 220 человек. Ну, то есть все, кто популяризирует физическую культуру и спорт. Ну, что самое сложное для новичков, ребят, которые первый раз участвуют? Я думаю, что как раз ребятам здесь проблем никаких нет. Ребята с удовольствием приходят на лыжную и стартуют. И очень рады принять участие в этом массовом мероприятии. Я думаю, что больше переживают родители. Мы сегодня видели участников, которые приехали сюда специально из поселка Красное. Есть еще кто-то из наших детей? Из поселка Красного, из Тельвийске ребята приезжают. Они на каждой ежегодно массовой лыжне участвуют в данных соревнованиях. Победители и призеры соревнований получили памятные кубки, медали и дипломы Минспорта России и Департамента образования, культуры и спорта Нинецкого округа. Результаты гонки вошли в зачет любителей спорта в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».